Всем привет! Я Жасмин. Мы сейчас находимся у Моста Победы в Ереване. Это, кстати, мой город. И мы сейчас пойдем искать тайны древнего города. Недавно в сети мне попалось видео, в котором девушка по имени Жасмин рассказывала про тайны Красного моста Еревана, которые туристам не показывают. Сюжет был легкий и интересный. Девушка ведущая приятная, поэтому я досмотрела до конца. Салам, Жасмин! Меня зовут Лейла, и я архитектор. 13 лет назад я закончила МАРХИ, Московский архитектурный институт, магистратуру по факультету теории и истории архитектуры. Потому что я также, как и вы, люблю изучать старинные города. Дело в том, что когда я изучала историю родного региона, я с грустью заметила, что следы цивилизации, которую вы называете мусульманской, но которая по факту является азербайджанской, были уничтожены не только в Ереване, но и по всей республике Армении. Давайте попробуем посмотреть на ту же Ереванскую крепость, от которой, к сожалению, не осталось ничего, кроме фундамента и мечети. Да что там Ереван? Во всей республике Армения от азербайджанских мечетей, мавзолеев, крепостей и прочей архитектуры не осталось ни следа. И на всем этом возводились новые постройки. Но все-таки давайте вернемся к крепости. На картине Франца Рубо, знаменитого баталиста, который всегда точно передает каждую деталь архитектуры, она выглядит иначе. А это вид Ереванины медали, отчеканенной в честь взятия крепости. Металл не может врать. Она величественная. Вы только посмотрите на купола и изящные минареты. И где это все теперь? Исторический центр Еревана выглядел бы вот так, если бы не выглядел так, как он выглядит сейчас. Я не имею ничего против советской архитектуры 60-х годов 20-го века. Она брутальна и интересна. Если бы не одно «но», если бы для осознания новой истории не приходилось уничтожать древнюю. Вот именно вот тут, в этой крепости, впервые поставили горе Атума Грибоедова. Вот тут на армянском и на русском. Это даже не табличка, это прям монтировано в самую высокую башню. Вот это здание винного завода, которое вы сейчас видите, которое построено на месте Ереванской крепости, в стиле крепости. Разрушить ханский дворец и на его месте построить коньячный завод. Вот серьезно. Дворец, в котором в присутствии Грибоедова была впервые поставлена пьеса «Горе от ума». На месте этого дворца лишь осталась табличка, на которой это написано. Это только мне кажется грустным. А ведь этот дворец справедливо считался одним из красивейших дворцов Востока. Посмотрите, какая красота. И вся эта красота была разрушена. Для чего? Только для того, чтобы построить заводскую башню, которую, как вы говорите, постарались сделать похожей на Ереванскую крепость. Зачем? Возьмем Испанию, знаменитую Альгамбру. А вот Кордоба с ее собором, который местные жители называют «Ля Мескида» – мечеть. В прошлые века здесь процветал кордовский халифат. Испанцы считали арабов захватчиками, вели с ними войну, которую называли «Реконкиста», что означает «отвоемывание». Однако, вернув себе Гранаду и Кордобу, испанцы не стали разрушать арабские крепости, дворцы и оросительные каналы. Потому что это история. В большинстве городов мира, имеющих многовековую историю, есть своя городская цитадель. В Москве туристам с гордостью показывают Кремль, Красную площадь, в Санкт-Петербурге – Петропавловскую крепость, в Баку – Чаришахер, а в Тбилиси – Наренгала. Во всех знаменитых крепостях вам расскажут, как сменялись владевшие ими империи, как новые хозяева строили в завоеванных крепостях новые бастионы, новые форты и башни. Но им даже в голову не приходило разрушать то, что было возведено до них. Сегодня у Еревана нет своего сердца – старинной крепости и исторического центра. Есть Центральная площадь, есть Северный проспект, есть каскад с фонтанами, а вот исторического центра и городской цитадели уже нет. В центре города Еревана стоит памятник архитектору Томаняну, спроектировавшему генплан города, собственно, над которым он и склонился. И все бы ничего, да только смущает один факт. Армянские ученые везде пишут, что историческая часть города в генплан не попала. Ну как не попала? Была уничтожена. Скажите мне, Жасмин, просто как архитектору, как можно ставить памятник за уничтожение исторического наследия? Когда я училась по предмету градостроительства, реставрации, нам ставили неудовлетворительные оценки, если мы только спели заикнуться о том, что старую часть можно снести. Ну как же так получается? Неужели это работает не везде? В центре Баку был перенесен на метр, на целый метр перенесен, а не снесен дом, жилой дом, только потому, что он заходил на центральную магистраль. Заметьте, его перенесли, его не стали сносить. Просто не хочется верить в то, что в Ереване поставили памятник за то, за что во всех вузах мира ставят неудовлетворительные оценки. Вы весьма справедливо заметили в своем репортаже, что еще в 30-е годы в Ереване можно было увидеть, по крайней мере, отдельные участки стен старой крепости. Окончательно она уничтожена была позже, только в 1964 году, уже во второй половине 20 века. Весь исторический центр Еревана, крепость, более 850 домов и мечетей, ханский дворец, бани, хамамы просто стерты с лица земли. В современной армянской газете «Рагир» о Ереване и ереванцах написано следующее. Центр Еревана вот уже больше века является ложей одной из каст, которая называет себя аборигенами Еревана. У всех аборигенов трагические семейные истории, которые восходят к Ванну, Бетлису и Константинополю. Их предки нашли в Ереване спасение от смерти и исхода. Смогли реализовать себя, стать академиками, врачами, архитекторами в родной стране. Но сакрализация страха и спасения поразила массу комплексов. Песня о Рагил начинается со слов «Я больше не скиталец, и у меня уже есть кров». Дом и квартал становятся родиной, не разрастаясь до ощущения большой родины, государства. То, что у всех аборигенов семейные истории восходят к Ванну, Бетлису и Константинополю, это еще одно из многочисленных подтверждений, что предков нынешних жителей Еревана сюда переселили. Воздерживаться от вопросов, стал Ереван родным для всех его новых жителей. У меня есть другие вопросы и совсем другие параллели. Вот вы рассказываете про старый мост, который построил мусульманский купец, и говорите, что он стоит на реке Раздан. А вот старые открытки, на которых Ереван, тот же мост и река, но называется она Занга. Вашингтон, столица США. Этот город тоже стоит на берегах реки, и эта река называется Потамак. Так эту реку называли индейцы. Вы наверняка слышали, что белые колонисты обошлись с ними не самым лучшим образом. К слову, они тоже были переселенцами. Но основав на берегах реки Потамак свою столицу и назвав ее в честь своего первого президента, Вашингтон, менять название реки американцы не стали. Никто не стал переименовывать ни Миссисипи, ни Миссури, ни множество речек и ручьев поменьше. И самый знаменитый американский водопад все так же именуется Ниагара. Ниагара – гремящий дым. Остров, где располагается центр Нью-Йорка, по-прежнему именуется Манхэттен. А это тоже индейское слово. Армяне, переселившись на земли Ереванского ханства, реку Занга сразу же переименовали в Раздан, а саму Еревань – в Ереван. Так же, как и тысячи рек, речушек, озер, гор, городов и сел в Армении. То есть абсолютно все топонимы и гидронимы были изменены. Давайте посмотрим на старые карты, составленные русскими военными топографами. Как вы видите, здесь нет ни одного названия на армянском языке. Все имеют тюркские корни. А так карта Армении выглядит теперь. Река Арпачай превратилась в Арыни, город Газылгош, Вашотск, гора Кельсев, Сесиан, а озеро Гейча – Сиван. Я ни в коем случае не пытаюсь покушаться на древность армянского народа. На фрагменте росписи потолка канцелярии Папы Римского в Ватикане без труда можно найти и надпись Ереван, и надпись Армения. Но находится Армения совсем не там, где она располагается сейчас. Историческая Армения, а так называли не только и не столько армянское государство, сколько земли, где были разбросаны поселения армян, находились вовсе не на Кавказе. Заметьте, что карта расписана географическая, а не политическая, и, соответственно, название на них географическое. Конечно же, писалась она не по отметкам системы GPS, но явно, что художник понимал, что Еревань находилась далеко от Армении, локализовавшейся в приефратском бассейне. Армяне появились на Кавказе в 15 веке, когда кафедра по желанию некоторых армянских епископов была перенесена из Сиса в Учкильсе. Да, именно в азербайджанское село Учкильсе три церкви, а впоследствии Эчмиаддин. Католикос прекрасно понимал, что тут его церквям и пастве ничего не будет угрожать. В документе так и написано. В стране Азербайджане, то есть страна эта называлась не Арменией, а Азербайджаном, и в этой стране Азербайджане уже функционировала своя христианская церковь, албанская апостольская. И во главе ее стоял свой патриарх, который, кстати, протестовал против появления здесь армянского католикосата, предупреждая, что со временем армянская церковь начнет претендовать на монастыри и храмы Албанской апостольской церкви. И, как показали дальнейшие события, опасался он не зря. Сегодня древние албанские церкви и монастыри, прежде всего в Карабахе, в Кельбаджаре, в Зенгезюре, именуются армянскими. Как теоретику архитектуры мне сложно быть краткой. Однако я хочу отметить, что со стороны Азербайджана отношение к христианским святыням всегда было бережным. Даже после принятия ислама на Кавказе не была снесена ни одна мечеть, разрушена ни одна церковь. У нас очень уважительно относятся и к протестантским, и к православным, и к католическим церквям не были снесены ни армянские, ни грузинские, ни албанские церкви. В центре Баку до сих пор стоит русская православная церковь. И даже не одна. Увы, не могу сказать, что так же толерантно отнеслись к мусульманским святыням ваши соотечественники новейшей истории. На территории оккупированного Карабаха уничтожались мечети буквально до недавнего времени. Всего за 27 лет здесь были разрушены, только вдумайтесь, 63 из 67 мечетей. Некоторые сохранили в качестве ориентиров для летчиков и артиллеристов, но под их сводами держали скот и, прежде всего, свиней. И вряд ли при этом не знали, что свиньи в исламе считаются нечистыми животными. Уничтожили и кладбище. Армянские и албанские церкви и монастыри лелеялись азербайджанцами многие века, а за 27 лет в Карабахе разрушено было все – жилые дома, музеи, школы, библиотеки, мечети, усыпальницы, кладбище. Азербайджанским городам Карабаха присваивались армянские названия «Варанда» вместо «Физули», «Карвачар» вместо «Кяльбаджайр», «Бердзор» вместо «Лачина». Переименовать, чтобы разрушить? Для чего? Вот мечеть. Вот усыпальница Карабахских ханов и могила Хуршудбануна Таван, которая также уничтожена. Кому и зачем надо было все это разрушать и осквернять? Ведь все это можно было использовать во благо. Мне очень неприятно говорить о таких страницах истории, но она новейшая, поэтому вызывает у меня такой отклик и рефлексию. Хотя история последних двух веков тоже меня не оставляет равнодушной. Мне бы хотелось поделиться с вами событиями 1827 года, когда российские войска генерала Ивана Паскевича взяли Ириванскую крепость и был подписан тот самый Туркменчайский договор. Ведь именно тогда и началось переселение этнических армян на эти земли. Полковник Лазар Лазаров, взывая к персидским и османским армянам-христианам, обещал им заселение на лучшие казенные земли, часть из которых уже даже засеяны. Как вы думаете, Жасмин, могли ли земли засеять себя сами? Ну или могли ли крестьяне, засеявшие эти земли, добровольно с них уйти? Ну нет, конечно, их выживали. Начало этого процесса зафиксировал даже сам Грибоедов, написав, что армяне из временных переселенцев навсегда завладеют землями, на которые их пустили. А Глинка в своей книге «Описание переселения армян на дербежанских пределах России» показывал, что сам процесс массового переселения армян из Гаджаритского Ирана управлялся армяно-грегорианской церковью. И здесь особо отличился архиепископ Аштаракетси. Пользуясь своим полномочиями и высоким саном, он давил на свою паству и вынуждал священников, служивших в Гаджаритском Иране, переселяться в земли Азербайджана под страхом отлучения их от сана и веры, а в случае неповиновения грозил подвергнуть их анафями. Просто подумать страшно. А еще страшнее читать демографа Замена Каркадяна, который в своих исследованиях пришел к выводу, что по данным 1916 года в Еребанской губернии проживало около 400 тысяч азербайджанцев, а буквально через 4 года их осталось 10 тысяч. Это 3%. 130 тысяч было убито, а более 200 тысяч стали беженцами. И ведь это мы говорим только об Ириване. Документы свидетельствуют. Уже очень скоро после массового переселения армян и выселения азербайджанцев Ириванская крепость начала приходить в негодность. Ее разрушали, грабили, выковыривали камни из стен. Дошло до того, что в начале 20 века группа русских ученых обратилась к российскому императору Николаю II с просьбой заняться реставрацией крепости. И в 1912 году указом императора было принято постановление о реставрации Ириванской крепости и дворца Ириванского хана. Но вскоре началась Первая мировая война. Затем революция. И, сами понимаете, было не до того. В 2011 году в Баку отмечалось 500-летие Ириванской крепости. Тогда заведующий сектором администрации президента Азербайджана Фуа Дахундов тоже обратился к жителям Иривана и к руководству Армении с вопросом. Вот вы говорите, что Ириван древнейший город на земле и что он старше Рима. Но в соседних Тбилиси и Баку есть исторические средневековые части города. В Тбилиси крепость на рынке Ла, а в Баку и Чариша-Хэр. А где же исторический центр, с которого начинался Ириван? Где его старинная архитектура? И вот представьте себе, Жасмин, что примерно через месяц после всех новогодних праздников мэрия Иривана издала распоряжение о строительстве старого города. Было решено слепить всего из того, что было. То есть разобрать по кирпичикам пару десятков зданий конца 19-го, начала 20-го века в постройке, а затем собрать их на одном пятачке. Даже сама фраза строительства старого города звучит несогласованно, потому что старый город невозможно построить. Он складывается исторически, он старый, его хранят и берегут. Случается, что после землетрясения и войн разрушенный исторический центр приходит восстанавливать. Так было в Варшаве, в Дрездене, в Нюрнберге и в других городах Европы после Второй мировой войны. Но Ириван не бомбили и он не переживал глобальных природных катастроф. Есть версия, что завоеватели боялись, что оказавшись ночью в крепости, лишенные всех прав христиане решат отомстить. И, как оказалось, боялись правильно. В Ереване запросто разрушили ханский дворец, ханы которого не употребляли алкоголь и на его месте построили коньячный завод. Вот вы говорите, Жасмин, что это была месть христианской армии мусульманам. Но ведь месть это не есть хорошо. Вы знаете, история циклична. Никто из мстивших не стал счастливее. А ведь разве не счастье это основная цель нашего пребывания на этой планете? Вся эта эпопея с пандемией рано или поздно закончится. И тогда, дорогая Жасмин, мы сможем пригласить и вас, и всех любителей археологии, истории и архитектуры в Азербайджан для того, чтобы вы могли снять другой репортаж, гораздо более светлый. Конечно, в этот репортаж попадут и уцелевшие фундаменты, уничтоженные за столько времени азербайджанской архитектурой и истории. Но будут там иные кадры. Кадры восстанавливаемого наследия Карабаха, кадры из функционирующих мечетей, церквей и синагог и кадры улыбающихся дедушек с чаем. Потому что именно за чаем в Азербайджане у нас туристам рассказывают любые тайны. Азербайджанской Азербайджанской Азербайджанской